Доброе время суток, уважаемые родители. Сегодня мы снова в нашей студии. И исходя из вопросов, которые вы задаете, обращений многочисленных к нам, мы поговорим сегодня о проблемах желудочно-кишечного тракта у ребенка. И коснемся вопросов, достаточно часто задаваемых родителями. Их будет несколько, поэтому стараемся поговорить о тех моментах, которые вам интересны. Итак, желудочно-кишечный тракт у ребенка имеет свои определенные особенности. И сейчас несколько слов об анатомии и физиологии этой системы, чтобы в норме, чтобы было понятно, о чем, собственно говоря, идет речь. Итак, желудочно-кишечный тракт начинается с ротовой полости, где в процессе обработки пищи она не только смачивается и дробится, и крошится, но и увлажняется, и туда попадают ферменты слюных желез. В эти ферменты содержится такое вещество, как амилаза, которое уже в ротовой полости расщепляет углеводы. На глюкозу и фруктозу. И вот этот вот момент расщепления, он достаточно важный, потому что у грудных, у маленьких детей пища должна быть соответственно жидкая, потому что нечем размельчать. И достаточно насыщенная углеводами, чтобы благодаря этому организм получал достаточно большое количество энергии. При расщеплении сахаров появляется энергия, которая идет на работу самого организма. Следующая часть пищеварительного тракта – это ротоглотка, отверстие, через которое пища проникает в пищевод. Пищевод – это трубочка где-то длиной 30 сантиметров, у взрослого человека, которая пропускает пищу от ротовой полости к желудку. Но здесь есть одна очень интересная особенность, на которой мы остановимся. И обратите внимание, это достаточно важный момент профилактики многочисленных проблем, которые остаются как бы недиагностированы очень часто. Дело все в том, что мышечная система пищеварительного тракта располагается сверху вниз по такой спирали, и сокращение мышечного аппарата пищеварительной системы происходит постепенно сверху вниз, ну, по типу, как удав заглатывает свою добычу и пропускает ее от рта к желудку. Точно так же происходит и у человека, поэтому волна мышечная, двигая пищевой комочек, называется перистальтическая волна, перистальтика. И у пищевода есть одна очень интересная особенность, о которой, ну, либо не знаем, либо не задумываемся. Дело все в том, что физиологически в пищеводе волна может проходить только одна. Поэтому, двигаясь со скоростью 5 сантиметров в секунду, пищевой комочек, эти 30 сантиметров длины пищеварительной трубки, называемой пищевод, проходит за 6 секунд. Вот, и вторая волна может пойти только тогда, когда пищевой комочек пройдет эти, это расстояние. То есть, каждые 6 секунд, не чаще, мы можем глотать. Если мы это делаем чаще, а многие любят ездить очень быстро, так вот, пищевой комочек собирается в начале пищевода и таким образом вызывает нарушения, воспалительные процессы, расширение пищеводной трубки, и все это приводит к патологии сначала пищевода, потом различных нарушений желудочно-кишечного тракта. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что частота глотания должна быть определенной, не чаще, чем 1 раз в 6 секунд. И вот убедительная просьба, мой совет, как педиатра, заключается в том, чтобы вы приучали так есть своих детей. А именно, ну, ребенок бывает, да, что делает, держит во рту, потом начинает судорожно глотать, когда мама на него наезжает, вот, чтобы он быстрее ел. Так вот, такие вещи практиковать нельзя. То есть ребенок должен плавно, равномерно, это вырабатывается, это привычка. Поэтому обратите на это внимание, привычка закладывается на всю оставшуюся жизнь, и это повлечет впоследствии к грубым нарушениям пищеварительного тракта. Следующий отдел пищеварительного тракта – это желудок, мешок, в котором пища хранится в течение где-то 6 часов, и в него тоже впадают ферменты, от фермента желез, слизистая желудка, где желудочный сок и соляная кислота расщепляют белки на аминокислоты. Таким образом, содержимое желудка должно быть полноценно представлено и белками, и жирами. Жиры создают пленку для того, чтобы слизистая желудка не травмировалась, защищают ее от различных вредных факторов, белки там расщепляются, поэтому ассортимент диета должна быть сформирована таким образом, чтобы полноценность продуктов была достаточно полно представлена. Следующая часть пищеварительного тракта – это тонкий кишечник, которым происходит всасывание продуктов, которые перевариваются. В верхнем отделе тонкого кишечника, а именно 12-перстной кишки, происходит расщепление жиров под воздействием желчи и сока поджелудочной железы. И дальше в нижних отделах тонкого кишечника происходит всасывание всех продуктов, которые образовались из нашей диеты. Всасывание осуществляется благодаря особому устройству слизистой кишечника и бактериям, которые представлены в большом количестве в складках тонкого кишечника. Бактерии, как правило, полезны. Это и кишечная палочка, и молочные бактерии, и кисломолочные бактерии. Они все помогают всасаться и дорасщепляют то, что не дорасщепилось. И вот от количества этих бактерий зависит полноценность всасывания пищеварительных веществ. И если мы по каким-то причинам происходят нарушения наличия этих бактерий, возникают проблемы, которые имеют общее название, а именно дисбактериоз. То есть дисотсутствие бактериоза. Это бактерии. Чаще всего это бывает в случае уничтожения этих бактерий препаратами, например, антибиотиками, которые уничтожают всю флору и вредную, и полезную. Они не разбираются, что нужно, что не нужно. Таким образом, после приема антибиотиков вы обязательно должны дать что-то восстанавливающее эту флору. Ну, можно обойтись без таблеток. Достаточно дать ребенку, если ему можно по диете, мы об этом поговорим позже, такой продукт, который называется био-йогурт. Но убедительная просьба немножечко подумать и не давать био-йогурт вместе с антибиотиками. Очень часто даже доктора назначают, совершенно необдуманно, вот назначают антибиотики и говорят, вот антибиотики вредны, убивают флору, нарушают пищеварительный тракт, применяйте еще там различные препараты типа пробиотиков, типа еще кого-то вместе с антибиотиками параллельно. Бессмысленно, потому что антибиотики будут уничтожать все, включая нивелирование действия этих пробиотиков. И это бессмысленно. Их нужно давать всегда вторым курсом, через 2-3 дня, после полного прекращения антибактериального лечения. Иначе это бессмысленно. Если все сделано правильно, бактериальная флора восстанавливается очень быстро. При наличии дисбактериоза кишечник ребенка будет, вообще любого человека, ребенка в том числе, будет работать неправильно. Будут сбои, будет нарушение стола, либо понос, либо наоборот запор, будут какие-то ферментативные сбои. И все это, естественно, скажется на состоянии здоровья ребенка абсолютно всего организма. Поэтому нужно работать так. И последний раздел пищеварительного тракта это толстый кишечник, где происходит формирование окаловых масс и вывод наружу непереваренных остатков, непереваренных продуктов, которые являются ненужными организму и подлежат выводу из организма вот путем опорожнения толстого кишечника. Вот так очень бегло, очень кратко мы прошлись по пищеварительному тракту, чисто анатомически, физиологически вспомнили, скажем так, когда-то мы об этом говорили. Но это явилось таким определенным прелюдием к тем вопросам, о которых мы с вами поговорим. Но мы поговорим после небольшого перерыва, ухода, так сказать, на рекламную паузу. И после некоторого перерыва мы вернемся в нашу студию и уже будем говорить о конкретных проблемах пищеварительного тракта, которые беспокоят родителей, о которых часто спрашивают. Вот для того, чтобы было понятно, такой небольшой вводной беседы мы с вами заканчиваем. И через некоторое время вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Пока я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok